Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! С каждым днём слухи о возвращении Криса Эванса в киновселенную приобретают всё больше и больший вес. Помимо стандартных инсайдов об участии актёра в Секретных войнах, в сети с новой силой завирусилась информация, что Крис уже отснял свои сцены в образе Человека-факела для Дэдпула 3. Якобы персонаж будет настолько значимым, что бок о бок с главными героями примет участие в финальной битве за судьбу мультивселенной и зажжёт, как никогда не зажигал до этого. Возвращение классического Джонни Шторма — это, безусловно, прекрасно, однако фанатов наверняка интересует вопрос, вернётся ли актёр к более узнаваемой роли Стива Роджерса. И тут мы тоже склоняемся к положительному ответу. Уже долгое время в сообществе то и дело всплывает информация, что после череды посредственных релизов Марвел раздумывает задействовать классических героев киновселенной в своих будущих проектах. И если в случае со Скарлетт Йоханссон и Робертом Дауни-младшим вопрос кажется неоднозначным, то с Эвансом ситуация ощущается гораздо проще. В многочисленных интервью актёр несколько раз подмечал, что очень скучает по своему сотрудничеству с Marvel Studios и невольно мечтает вновь окунуться в очередное приключение со спецэффектами и фанатской поддержкой. При этом Крис не без оснований опасается, что подобный камбэк может навредить прекрасной, на его взгляд, кульминации, в которой герой прожил счастливую жизнь с Пегги Картер. И тут у нас есть о чём поговорить, ведь, как утверждает известный инсайдер My Time to Shine Hello, Marvel одобрили разработку мини-сериала о Стиве Роджерсе, который подробнее расскажет, каким образом были возвращены Камни Бесконечности и Мьёлнир в свои вселенные. Более того, данное шоу каким-то образом станет мостиком между Финалом и Секретными войнами, заложив фундамент для важной роли героя в предстоящем замесе. Да, как и всегда, мы рекомендуем отнестись к озвученному с большим скепсисом, однако идея, на наш взгляд, идеально вписывается в нынешнее положение франшизы с её последними неудачами. Сейчас студии жизненно необходимы большие и громкие проекты, чтобы вновь привлечь внимание массовой аудитории в актуальную сюжетную линию. Дэдпул 3, Нет пути домой и даже Локи доказали, что достойное возвращение героев старой школы пользуется огромной популярностью. Ну а Стив Роджерс как-никак вторая по величине фигура первых трёх фаски на вселенной, поэтому мы не сомневаемся, что Файги как минимум раздумывал об этом. Однако во всём этом важно констатировать и следующий факт. Если бойскаут у 40-х и правда суждено вернуться в строй, то это произойдёт вне образа Капитана Америка. Да, как бы некоторые к этому не относились, сейчас владельцем Щ.И.Т.а является Сэм Уилсон, и студия вовсю будет стараться выдвигать его на передний план, будь то сольный фильм или же членство во Мстителях. Тем не менее, Стив Роджерс — это не только звёздно-полосатый костюм и Щ.И.Т., но и невероятная харизма и брутальность Криса Эванса. И если мы перенесёмся на пару лет назад, то в какой-то степени Война Бесконечности представила идеальную для нынешних событий версию Роджерса. Лишённый полномочий Капитана, герой органично смотрелся в образе самого себя, поэтому для зрителей такой образ будет уже привычным. Но всё ещё остаётся вопрос, в каком именно формате стоит ожидать его возвращения. И если мы вспомним тот самый инсайт о новом сериале про путешествия Стива в другие вселенные, то идея звучит заманчиво и логично, потому что создатели Мстителей Финала ставили просто гигантское полотно с фантазиями и теориями. Наверняка каждый фанат задавался вопросами в духе, как Стиву удалось вернуть на место Камень Реальности в Джейн Фостер, каким образом он превратил Камень Космоса обратно в Тессеракт, и, что самое главное, как прошла долгожданная встреча с Красным Черепом. Вызывают любопытство и вещи, произошедшие в конце этого путешествия. Мог ли Роджерс прожить счастливую жизнь в другой временной линии, не пытаясь найти баки, предотвратить множество трагедий и просто получше приготовиться ко вторжению Таноса? Подобные вопросы преследует сообщество до сих пор, и поэтому мы считаем, что все озвученное так и останется в подвешенном состоянии. Потому что ничего из этого по итогу не будет иметь значения для новой истории. Ведь если мы обратимся к первому сезону Локи, то там было установлено, что вселенная, из которой Мстители позаимствовали Камень Разума и Времени, была полностью стерта бомбой времени. Следовательно, при попытке вернуть артефакты в их изначальные места, Стив мог оказаться в затруднительном положении. И это наверняка привело бы его в лапы ТВА. То, что организация играет большую роль в киновселенной, было понятно еще по двум сезонам Локи. Однако с Дэдпулом 3 становится еще очевиднее, что любая мультивселенская катастрофа, включая Секретные Войны, не пройдет мимо Полиции Времени. Следовательно, легко можно представить картину, в которой Роджерс возвращает на свои места Камень Реальности, Космоса, Силы и Души, а затем при попытке вернуть оставшиеся, создает еще больше проблем, что и привлечет внимание агентов ТВА. Ну а дальше создатели могут сделать все, что угодно. От попытки завербовать Кэпа для очередной миссии, до прямой конфронтации с Кангом-завоевателем. При этом, к счастью для Криса Эванса, любой из вариантов не будет влиять на концовку «Мстителей. Финал», потому что Стив, как и положено, вернется обратно, чтобы передать щит Капитана Америка Сэму Уилсону. Нам лишь раскроют немного больше подробностей его таинственного приключения. В случае же, если Marvel Studios захотят оставить историю возвращения Камней за кадром, сценаристы всегда могут создать контекст, в котором условный агент Мобиус находит Стива в период его счастливой жизни в альтернативной вселенной. Поводом как раз и может стать надвигающийся мультивселенский катаклизм, который рискует оборвать все. Последние слухи как раз и указывают на то, что для предотвращения беды Локи и ТВА попытаются собрать свой отряд Мстителей. И если мы вернемся к трейлеру Дэдпула 3, то становится очевидно, что в число избранных героев помимо Дэдпула также может войти и Стив Роджерс. К слову, мы не будем удивлены, если в конце концов именно Уэйду поручат задание завербовать героя для ТВА, так как по комиксам персонажи очень сильно друг друга уважают. Да, есть еще довольно известная версия Гидрокэпа, однако на наш взгляд для такой сюжетной линии вряд ли найдется местечко в нынешней киновселенной. В общем, вариантов для возвращения молодого Стива Роджерса множество. Однако мы также не упускаем возможность, что студия не забудет раскрыть судьбу и пожилой версии персонажа. Мы до сих пор не знаем, какая именно судьба постигла персонажа после Мстителей 4. В сериале «Сокол» и «Зимний солдат» герои не давали четкого ответа. Однако становится очевидно, что что бы с ним ни случилось, вряд ли Стив находится в зоне досягаемости. Потому что тот же Сэм даже в присутствии Баки всегда говорил о нем так, будто бы до него нельзя так просто дозвониться. Версию со смертью мы также исключаем, однако вряд ли Марвел будет так усердно скрывать такую очевидную деталь около пяти лет. Поэтому идеальный для нас вариант – это обратиться к комиксам, в которых Роджерс также становился стариком и передавал мантию Кэпа Сэму Уилсону. Однако в отличие от киновселенной, там Стивен не уходил в тень, а становился мудрым наставником для нового поколения героев. Несмотря на бессилие, герой старался принимать участие во всех ключевых событиях. И в какой-то момент даже вооружился в бронированный костюм, который позволил ему драться на равных с Железным Человеком. Стив Роджерс в качестве преемника Тони Старка звучит как неплохой поворот, не правда ли? Любопытно и то, что происходило все это на фоне сопряжения вселенных в рамках сюжетных линий «Время на исходе» и «Секретные войны». То есть ровно то, с чем предстоит столкнуться киновселенной в рамках «Пятых Мстителей». И для Кевина Файги это как никогда идеальная возможность вновь вернуть Эванса, пускай и не совсем в том образе, в котором многие хотели бы его видеть. Однако чем же в таком случае займется герой? Хм, мы знаем, что в комиксах существуют так называемые иллюминаты, которые были первыми, кто узнал о грядущем апокалипсисе. В какой-то момент к составу присоединился и сам Стив, однако был исключен, когда узнал о намерении совета уничтожить другие вселенные, чтобы спасти свою. Все это привело к огромному конфликту, в результате которого Стив всеми силами пытался им помешать. И нам кажется, что некоторые элементы из этой сюжетной линии могли бы органично вписаться в нынешнюю КВМ. Прошлые картины показали, что такие герои, как Капитан Марвел, Вонг, Брюс Беннер, продолжают поддерживать друг с другом связь, поэтому очевидно, что в случае приближающегося конца света они сразу же соберутся вместе, чтобы разработать дальнейший план. И именно в этот момент на сцену и выйдет Старик Роджерс, раскрывая свое истинное местоположение. В прошлых выпусках мы предположили, что сюжетная линия новой части Мстителей в потенциале способна разделить героев на два лагеря. Тех, кто будет стремиться спасти свою вселенную ценой уничтожения другой, и тех, кто будет пытаться спасти всех. Думаем, не стоит уточнять, чью сторону займет Стив. Ну а если же проанализировать картину в целом, то лично для нас участие Эвансов в киновселенной выглядит как гарантированное его появление в роли Человека-факела в Дэдпуле и Росомахе. Возвращение к роли старика Стива для Мстителей 5, ну и участие в сольном сериале, который расскажет о приключениях персонажа в других вселенных. Ну и, конечно же, секретные войны, амбициозный кроссовер, который обещает собрать в одном месте всех легенд франшизы. И если слухи утверждают, что в картине засветятся такие мастодонты, как Тоби Магуайр и Хью Джекман, то в участии первого Мстителя мы ни на секунду не сомневаемся. Ну а на этом наши веселые фантазии подходят к концу. Делитесь в комментариях, в каком виде вы хотели бы увидеть возвращение Криса Эванса во франшизу. Верите ли вы в разработку сериала о приключениях героев других вселенных? И что думаете о грядущих секретных войнах? Всем до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok